И когда мы вот это вот начали делать, теперь мы начинаем ходить и раскручивать, то есть раскрутили такое движение, раскрутили такое движение с помощью таза, пятки, покрутили такие движения, пораскрывали себя так. Обратите внимание на вот это движение, то есть я как бы сейчас что-то начинаю раздвигать, но при этом я раздвигаю не тем, что у меня руки начинают удаляться от меня в зону моей слабости, а я раздвигаю как бы мышцами спины, да, плечевой пояс включается в работу. Вот эта вот работа, она и дает нам то усиление, когда мы хотим с человеком что-то сделать, решить какие-то вопросы. Евгений, будьте любезны на минуточку. К примеру, схватил, там держит крепко, ну и на меня напал такой стих, взять его, ну, отправить на пяточку. Я это делаю не рукой, вот этим вот удалением от себя, а я делаю это более крупными мышцами. Видите? То есть если получилась точка контакта, я ее развиваю крупными мышцами, и плюс я ее развиваю целиком собою. То есть в работу включается и таз, и ноги, и пятки, и плечевой пояс. По сути, что это такое? Смотрите. Вот, допустим, человек держит меня, я захотел залезть к нему вовнутрь, чтобы натворить внутри там каких-то ему какостей. Вот, если я, держи крепко, держи, прям держи. Если я начинаю, загнал сюда руки, вот я и вынужден буду своими ручками тут что-то делать. Ну, или в лучшем случае, как вот у нас происходит, я могу подключить мышцы спины, мышцы груди, мышцы плечевого пояса. Вот, а поэтому мне в это окошко надо залезть целиком. Если я туда заправлю, залезу туда как бы вот плечом, спиной, значит вот это вот вся, вот это тот шар, который я могу прокатить, он на него включается. Второе. А если я туда, вот в это пространство, загоню еще свой таз, свои бедра, свои ступни, значит я в этом пространстве могу раскрутить себя не только здесь и разжать, но и раскрутить себя, запустив в работу мах таза, толчок пяткой, то есть мы опять усилили. И это может происходить и здесь. Когда я человека хочу, допустим, что-то с ним сделать, одно, когда мы делаем это рукою, второе, когда мы туда запускаем себя всего. То есть вот это вот движение, которое вы нарабатываете. Объединяем локоть и пробуем как бы вот эту косточку почувствовать. Я сейчас резко делаю. Потом можете выталкивать вот эти бьющие пружины. Учитесь перетаптываться. То есть вот эти вот движения, которые вы делаете, не просто что стали и там... Учитесь потоптаться, походить в этих перетаптываниях и почувствуйте вот этот момент. Здесь начинают ходить, здесь начинают ходить, вы начинаете ходить. И вот это то, что вы сейчас делаете с передачами, да, скажем так, ну, на кого-то движение какое-то передали, разогнали. Вы это можете делать сидя, вы это можете делать лёжа, то есть в тех условиях, в которых вы оказались. И включаете пружину, то есть сжались и раскрутили себя с передачей движения на противника в точках вашего контакта. Рука где-то соприкоснулась с противника, вы на него можете передать движение. Ну, понятно, что можно там ударить, схватить, ущипнуть, это всё такое, окрукнуть. А мы вот учимся сейчас именно разгонять движение, передавать себя туда именно тазом. Чупчик. Ещё научу вас, знаете чему? Как правильно ложиться, когда вы уже такой вот, как я, обленившийся старый человек. Берите руку. И его на себя. Вот эта пружина, вот она, которую мы загоняем, то есть у нас есть толчок здесь, мы выталкиваем туда, выталкиваем, подключая это. Так вот она работает вот в этом направлении, но слабенько, а больше всего она даёт силу вот в это направлении, то есть диагональ нам нужна. Это один момент. Спасибо.